В любимом всеми христианами библейском тексте «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», встречается слово «Единородный». Некоторые понимают это слово как «единственный рожденный». Правильно ли это? Нет, это неправильно. Слово «Единородный» не связано с рождением, понимаемым как появление на свет. Состоящее из двух корней греческое слово «моногенез» от «монос» – один и «генос» – род, вид, просто означает «единственный» или «единственный в своем роде», уникальный. Слово «единородный» встречается в Новом Завете всего девять раз. Из них пять раз по отношению к Иисусу Христу. Каково же истинное значение этого слова? Его легко определить из внимательного прочтения тех текстов, в которых оно не относится напрямую к Иисусу Христу. Давайте посмотрим на эти тексты. Первый текст записан в Евангелии от Луки, в седьмой главе, это двенадцатый текст. «Когда же он, речь идет о Христе, приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери». Так вот, в оригинале здесь стоит то же самое слово – «моногенез», и оно переведено как «единственный». Второй текст в этом же Евангелии, в восьмой главе, сорок второй. «Потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти». И опять, в оригинале то же самое слово – «моногенез», и переводится оно здесь как «одна», «единственная». Других детей у этого человека не было. Ну, еще один текст, Евангелие от Луки, глава девятая, тридцать восьмой. «Вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». И опять то же самое слово – «моногенез», переводится как «один», «единственный». И последний текст из послания к евреям, одиннадцатой главы, это семнадцатый текст. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». То же самое – «моногенез». Вот во всех приведенных выше текстах подчеркивается не идея рождения, а идея единственности. Это означает, что других нет, другого ребенка, другого сына, дочери, семьи нет. И в этом смысле слово «моногенез» отражает ветхозаветнюю идею «яхид», также заключающую в себе идею единственности, неповторимости. Вот наиболее яркие примеры. Бог сказал Аврааму «возьми сына твоего, единственного твоего». Как раз таки в еврейском «яхид», а в «септуагинте» в греческом переводе «танаха» «моногенез». «Возьми единственного твоего, которого ты любишь» – Исаака. Еще один интересный текст из книги пророка Захарии, 12 главы, 10 текст. «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне». В еврейском оригинале, опять же, «яхид» в греческом переводе «моногенез». Книга-притч, 4 глава, 3 текст. «Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». То же самое слово «яхид» в еврейском, «моногенез» в греческом. Таким образом, выражение «единородный сын» применительно к Иисусу Христу означает просто «единственный», а значит «очень дорогой», «любимый», «близкий». И теперь нам наверняка по-другому представляются слова Евангелия «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного». «Как нужно любить этот грешный мир, чтобы отдать единственное, самое дорогое, самое любимое сына своего на смерть за нас?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова